Доброго времени суток, дамы и господа! Друзья, имею честь предложить вашему вниманию к рассмотрению сцентиляционный радиометр поисковый SRP6801, серийный номер прибора 6688-6688, год выпуска 1987. Итак, в комплекте поставки будет идти непосредственно сам радиометр SRP6801, работоспособность которого мы сейчас непременно проверим, а также телефоны головные типа TG7M, а попросту говоря наушники, вот такие вот наушники с таким разъемом для подключения к данному прибору, ремень для ношения прибора, тканевой ремень с металлическими карабинами, деревянный оригинальный ящик для транспортировки прибора, который в силу громоздкости в кадре не демонстрируется, а также полный комплект документов в электронном виде, а именно паспорт для данного прибора, инструкция по эксплуатации и альбом сборочных схем, чертежей и перечни элементов. Итак, друзья, давайте перейдем к тесту работоспособности данного устройства. Включаем прибор. По отклонению стрелки микроамперметра мы видим, что питание в норме, поэтому можно переходить в режим измерений. Первый режим – это режим 2,5. В режиме 2,5 постоянное интегрирование равняется 2,5 секундам, и этот режим предусмотрен для экспресс-анализа измеряемого объекта. Поскольку время интегрирования достаточно мало, всего лишь навсего 2,5 секунды, поэтому погрешность измерения в данном режиме будет достаточно велика, если сравнивать с режимом, например, 5. Этот режим позволяет экспресс быстро оценить уровень загрязнения того-либо иного объекта и сделать об этом вывод. Как мы видим по колебанию стрелки микроамперметра, радиационный фон в месте проведения съемки, поскольку сейчас мы производим видеосъемку и в блок детектирования источники изонизирующих излучений неуткнуты, составляет порядка 8 микроэнген в час. Стрелочка колеблется около этой отметочки с какой-то динамикой. Друзья, давайте переведем теперь в режим 5. В режиме 5 постоянное интегрирование равняется уже 5 секундам. Этот режим предназначается для более детального измерения загрязненного объекта. Погрешность измерения, если сравнивать с режимом 2.5, будет гораздо меньше, поскольку время интегрирования ровно в 2 раза больше. 5 секунд. Друзья, пожалуйста, не пренебрегайте временем измерения в режимом 2.5 и тем более в режиме 5. Придерживайтесь того правила, что в режиме 5 должно быть время интегрирования не менее 5 секунд. Давайте посмотрим на показания. Показания вы, как видите, абсолютно идентичны показаниям в режиме 2.5. Стрелочка прибора находится около отметки в 8 микроэнген в час. Такой радиационный фон в месте проведения видеосъемки, поскольку блок детектирования и источники ионизирующих излучений не уткнуты. Переведем прибор в режим контроля. В режиме контроля происходит самодиагностика прибора штатными средствами самого прибора. И в этом режиме показания прибора не должны значительно отклоняться от режимов 2.5 и режимов 5. Как вы видите по колебанию стрелки микроэнгенера, абсолютно аналогичные показания в режимах 2.5-5 и в режиме контроля свидетельствуют о том, что прибор самодиагностику проходит и он полностью рабочий и готов к эксплуатации. Если бы у нас в режиме контроля показания зашкаливали, либо падали к нулю, это свидетельство о том, что прибор самодиагностику не прошел. Возвращаем прибор в режим 2.5 и произведем тест звуковой сигнализации. Для этого есть у нас в правом нижнем углу регулятор звуковой сигнализации, выкручиваем его. Мы добиваемся состояния того, что звуковая сигнализация достаточно четко видна. Причем этот уровень можно эмпирическим путем, или экспериментальным, кому как удобнее, подобрать и настроить таким образом, что звуковая сигнализация будет срабатывать на любой уровень. Не обязательно какой-то дискретный, то есть 5, 10, 15, 20. Можно добиться состояния того, что звуковая сигнализация, в данном случае, будет срабатывать по превышению 8 микроэнгем в час. Все это я могу выкрутить с помощью контрольного источника, установить этот уровень. Вот такая вот звуковая сигнализация будет слышна. Достаточно громкая, как вы слышите. И в принципе данная звуковая сигнализация позволяет работать с прибором, даже не обращая внимания на дисплей прибора. То есть вы можете ходить, как только вы услышите звуковой сигнал, это значит, что превышен уровень, который вы установили. Итак, теперь мы звуковую сигнализацию выкрутим для того, чтобы она нам не мешала в дальнейшем, и производим дальнейший тест прибора. Посмотрим сейчас, как прибор реагирует на источники ионизирующего излучения. На данном приборе у нас есть крепление контрольного источника. Контрольный источник будет идти в комплекте поставки по вашему желанию, если он нужен будет. Он там будет, если нет необходимости, его там не будет. В качестве контрольного источника я использую компас Адриана со светомассой постоянного действия, так называемый СПД. Показания прибора у нас порядка 8 микроэнген в час. Как только мы будем приближать компас Адрианова к прибору, вы видите, уже на достаточно большом расстоянии срабатывает прибор. Он видит этот источник порядка 11 микроэнген в час. Сейчас, если я буду приближать достаточно близко, то у нас прибор будет зашкалить. Убирая компас Адрианова вне пределов видимости, то есть спрячу я его за корпусом прибора, показания прибора будут возвращаться к фонам 8 микроэнген в час. Но как только компас Адрианова появится в зоне действия прибора, то есть в зоне видимости, прибор сразу же отреагирует на него. И чем ближе я буду приближать компас Адрианова, тем быстрее прибор будет реагировать практически мгновенно, поскольку поле, которое создает данный компас, оно распространяется. И обратно пропорционально квадрату расстояния до объекта, поэтому чем ближе будет компас к прибору, тем он будет реагировать на него мгновеннее. Вот таким вот образом мы проверили основные функции прибора, проверили звуковую сигнализацию. Еще мы не проверили наушники, сейчас мы это исправим. Подключаю я телефоны головные TG7M к гнезду для наушников, подношу наушники к микрофону видеокамеры и замолкаю на 5 секунд. Можно сделать даже вот такой эксперимент. Надеюсь, вам слышен был характерный треск, и когда я приближал источник излучения к блоку детектирования, то вы услышали интенсивность данного треска в наушниках. Итак, друзья, все основные функции прибора у нас проверены, теперь можно переходить к осмотру внешнего состояния прибора. Выключаем прибор. Я буду подносить прибор к видеокамере, вы можете ставить видео на паузу и рассматривать прибор в детальности. Фронтальная сторона находится в идеальном состоянии, ручки переключения режимов, ручки переключения, прошу прощения, бодиапазонов, ручка регулировки звуковой сигнализации в идеальном состоянии. Боковая сторона, лакокрасочное покрытие, как вы видите, находится в идеальном состоянии. Вид снизу присутствует 4 резиновые ножки, которые свидетельствуют о том, что прибором не пользовались, поскольку при эксплуатации прибор, когда ставят, поднимают и лозят по каким-то поверхностям, данные элементы достаточно быстро теряются, отваливаются, отрываются и утерян. Вид со стороны шильдика, еще раз повторю, серийный номер прибора 6688, год выпуска 1987. Вид со стороны крепления контрольного источника и вид со стороны батарейного отсека. Обращаю ваше внимание на следующие моменты, такие как грани, углы, грани углы данного прибора. Как вы видите, лакокрасочное покрытие здесь присутствует. В основном, это свидетельство о том, что прибор не эксплуатировался. Видите, вот все эти грани не истерты. Теперь по кабелю давайте пройдемся. По кабелю пройдемся, выгибаем кабель, смотрим его состояние. Трещин нет, поэтому можно сделать вывод, что материал своих физических характеристик за долгие годы хранения не потерял. По кабелю мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования выполнен в виде прямой трубы, которая дает дополнительную возможность проникать в трубнодоступные места и имеет защитный резиновый колпак. Итак, друзья, если вам понравился данный прибор и вы захотите стать его счастливым обладателем, вы можете контактировать со мной. Контакты вы можете найти в описании к данному видеоролику. Всех остальных я благодарю за внимание и предупреждаю, будьте любезны и будьте осторожны с источниками ионизирующих излучений. До новых встреч, друзья, пока! Субтитры создавал DimaTorzok